Приветствую вас, друзья мои! Я вернулась, и мы вновь начинаем гулять по Риму. Спасибо всем, кто беспокоился обо мне, писал письма, комментарии. У меня все хорошо. Я решила немного отдохнуть, чтобы потом вновь начать знакомить вас с удивительным вечным городом. Читала книги, планировала наши прогулки. Одним словом, не забывала про вас ни на минуту. Рим – это не просто город, это музей под открытым небом, который можно изучать до бесконечности. До марта 2020 года Колизей считался самой посещаемой достопримечательностью Рима. Сейчас он отдыхает от шумных толп, стоит одиноко и даже непривычно видеть его без туристов. Прогуливаясь возле Колизея, я мысленно пересказываю историю амфитеатра с начала его строительства – 72-го года нашей эры и до наших дней. Строительство Колизея длилось 10 лет и 100 дней праздновали его открытие. В это время были убиты тысячи гладиаторов и диких зверей. Колизей – это место, где смерть одного человека приводила в восторг тысячи зрителей, которые приходили сюда развлечься и отдохнуть. Такое было время, люди требовали хлеба и зрелищ. Рассматривая Колизей, можно рассказать много интересных историй и фактов, которые помогут понять значение амфитеатра в Древнем Риме. В Колизее проводились гладиаторские бои, травля диких зверей и казни преступников. Почти четыре столетия на арене Колизея проходили гладиаторские бои. Мы обязательно сюда еще вернемся, и я расскажу вам много интересных историй. А сейчас мы уже находимся на Латеранском холме. И перед нами одна из главных папских базилик Рима – базилика Сан-Живани Ин-Латерано. Что означает слово «латеран»? На этом месте в Древнем Риме стоял дворец семьи латеранов. Плавтий Латеран был очень красивым, высоким и богатым мужчиной. Он даже удостоился чести быть любовником Миссалины. Миссалина – это третья жена императора Клавдия. Миссалина была олицетворением разврата. В 21 год ее выдали замуж за Клавдией, родственника императора Каллигулы. При Каллигуле над Клавдием любили подшучивать даже придворный, такой он был нелепый. И кто бы мог подумать, что через три года он станет императором Рима. И в истории оставит след как боязливый и осторожный император Клавдий. Каллигула был убит в 41 год в результате заговора собственной охраны. Во время этого заговора убийства Клавдий спрятался. Он думал, что его сейчас убьют за компанию с Каллигулой. Но заговорщики нашли трясущегося Клавдия, вручили ему императорскую корону и объявили новым императором Рима. Про императора Клавдия можно говорить много, раскрывая его отрицательные и положительные черты характера и систему правления. Но мы сегодня затронем ту часть жизни, где была Миссалина. Для тех, кто ничего не знает про императора Клавдия, попробую охарактеризовать его в двух словах, чтобы вы имели представление, о ком идет речь. В детстве и юности Клавдий тяжело болел. Это помешало его физическому и умственному развитию. Фигуру Клавдия историки описывают так. У него были тонкие и слабые ноги, тело постоянно раскачивалось, а голова тряслась. До того, как он стал императором, над ним все издевались, даже близкие люди. Его мать называла уродом и часто повторяла, что природа его не доделала. Несмотря на это, он был окружен женщинами и был женат четыре раза. И четыре раза находился под женским влиянием. На современном языке его можно назвать подкаблучником. Находясь в браке, жены ему изменяли. И даже тогда, когда он стал императором. Миссалина была третья жена императора. Эта женщина не пропустила мимо себя ни одного симпатичного мужчину. И все об этом знали. Пока Клавдий был весь в работе, он не заметил, в какую грязь порока погрузилась его жена императрица Миссалина. Однажды она решила обольстить понравившегося ей актера. Но тот отказался ответить императрице взаимностью, опасаясь гнева ее мужа императора. Тогда Миссалина пожаловалась мужу, что какой-то актер не выполняет ее приказы. И император приказал актеру выполнить все, что пожелает его жена. Бедному актеру пришлось лечь в постель с императрицей. Также в истории упоминается, что Миссалина переодевалась ночью и под именем лицески в публичном доме отдавалась каждому, кто выбирал ее. Однажды Миссалина соревновалась с одной известной проституткой Сцилой. Соревнование заключалось в том, кто из них больше обслужит клиентов. В итоге Сцилла смогла обслужить 25 мужчин, а Миссалина – 50. Можно рассказывать еще много историй о том, как Миссалина убирала неподчинившихся ей людей руками мужа. И Клавдий казнил мужчин, которые отказывались спать с его женой, даже не подозревая это. Ведь Миссалина хитро придумывала истории, которые подталкивали Клавдия казнить невинных людей. Миссалина была так увлечена, что отдавалась богатым мужчинам и рабам. Вела такой образ жизни, как в Лупонарии. Лупонарий – это публичный дом Древнего Рима, а девушек, работающих в Лупонарии, называли волчицами. Я еще не раз вернусь к рассказам о Лупонарии и волчицах и расскажу вам историю про символ Рима – волчицу, вскармливающую близнецов Ромула и Рема. Кто же на самом деле была эта волчица? Помните пословицу «Сколько веревочки не виться, а конец будет?» И конец наглости Миссалины наступил. Будучи в браке, она умудрилась выйти замуж за своего любовника Гая Силия. Он развелся с женой, а ослепленная страстью Миссалина забыла про осторожность и посещала дом Силия не тайно, а с собственной свитой. Силий понял, что дело приняло слишком опасный оборот, что император его просто убьет. Тогда он решил свергнуть Клавдия и захватить императорскую власть. Силий пообещал жениться на Миссалине, если все получится. Но чтобы он сдержал свое обещание, Миссалина потребовала, чтобы брак был совершен до начала осуществления их плана. И Рим увидел небывалое зрелище. Когда Клавдия не была в Риме, Силий и императрица Миссалина совершили обряд бракосочетания и отпраздновали свой брак великолепным свадебным пиром. Пока Силий и Миссалина еще не успели начать исполнение своего замысла, Клавдия предупредили, и он вернулся в Рим. Гости в ужасе разбежались. А хитрая сила Миссалины потеряла прежнюю силу над императором Клавдием. Он отдал приказ казнить молодую парочку. Когда Клавдию сообщили о смерти Миссалины, он сидел за столом и продолжал есть, не показав ни радости, ни печали. Ему уже было все равно, только попросил налить побольше вина. Миссалина вошла в мировую историю, как самая знаменитая распутница и интригантка Древнего Рима. Ее закололи ножом, после чего расправились с ее многочисленными любовниками. Избежали смерти только двое, одним из которых был Плавдий Латеран, чей дворец находился на холме Латеран и где мы сейчас находимся. Через несколько дней про Миссалину забыли, и чуть позже Агриппина женила на себе Клавдия. И там тоже история очень интересная. После смерти Клавдия сын Агриппина стал императором Нероном. За время своего правления Клавдий старался улучшить жизнь римлян. По его указу были построены два новых акведука, по которым в Рим поступала вода. Их строительство было начато еще при Каллигуле, но потом приостановлено и завершено строительство уже было при Клавдии. Клавдий был императором Рима с 41 по 54 год нашей эры. Вы только представьте, в Риме есть парк, в котором до сих пор находятся остатки от акведука, построенного при его правлении. Живописный парк, в котором мы часто гуляем. А потом еще при императоре Клавдии был восстановлен окведук Аквавирго, который до сих пор работает и поставляет воду фонтан Треви, фонтан Баркача на площади Испании и фонтан четырех рек на площади Навона. Какое счастье гулять по Риму и жить в Риме. Теперь вы понимаете, почему Рим называют вечный город? Да потому что его история уходит в далекое прошлое и насчитывает почти 2800 лет. Несмотря на то, что в Риме была плохая погода, уже чувствуется приближение весны. Об этом свидетельствует цветущая мимоза. Уже 15 января я заметила в парках цветущую мимозу. Но давайте все-таки вернемся на Латеранский холм и вспомним, с чего мы начинали. Я всего лишь хотела рассказать, что на месте, где сейчас стоит базилика Сан-Джованни и Латерану, в первом веке был дворец одного из любовников Миссалины. А рассказала вам целую историю жизни Миссалины и императора Клавдия. Позже, при императоре Нероне, который был приемным сыном Клавдия, Плавдий Латеран был обвинен в заговоре против Нерона и казнен, а земли были конфискованы и стали императорской собственностью. Интересно так развиваются события на этом холме. Здесь Миссалина наставляла рога мужу, и здесь же проходят другие трагические события. В начале IV века большая часть земель Латеранского холма занимала поместье. Назовем его Дом Фаусты. Когда Фауста стала женой Константина, вошедшего в историю под именем Константина Великого, ее поместье в качестве приданного перешло в собственность мужа. Здесь они и жили, когда семья находилась в Риме. Случилось так, что Фауста оговорила сына Константина от первого брака Криспа, обвинив пасынка в домогательствах. Разъяренный Константин поверил рассказам Фаусты и казнил Криспа. И только потом понял, что Фауста оклеветала сына, и все для того, чтобы освободить место на троне для своих сыновей. Она видела в сыне Константина соперника своим сыновьям. Император приказал столкнуть ее в кипяток в бане, сварив ее заживо. Поместье напоминало ему о трагических событиях. И он дарит его христианской общине, где потом и была построена базилика. На Латеранском холме в 8 веке стояла бронзовая конная статуя императора Марка Аврелия, которая сейчас украшает Капиталистский холм. Точнее, там стоит ее копия, а оригинал находится тоже на Капиталистском холме, но под крышей музея. Мне не терпится рассказать вам всю историю этой замечательной статуи, но сделаю это в следующем видео. Я предлагаю вам задержаться на несколько минут на Капиталистском холме. Хочу показать великолепную инсталляцию. Это подарок, который администрация города подарила римлянам на Рождество и Новый год. Досмотрите световое шоу до конца, а потом вновь вернемся на Латеранский холм. Я расскажу вам еще одну историю, которая произошла там. Субтитры создавал DimaTorzok Капиталистский холм. Капиталистский холм. Капиталистский холм. Капиталистский холм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Можно вспомнить множество историй, связанных с Латеранским холмом. Мне вспомнилась еще одна трагическая история, события которой развивались именно здесь. Подходил к концу IX век. Умер папа римский Формоз, избрали другого папу, и он, новый папа Стефан VI, решил судить своего предшественника. Труп папы Формоза был изъят из земли спустя 10 месяцев после похорон и доставлен на суд. Полуразложившееся тело было одето в одежду, и его посадили на трон в латеранской базилике. Вели допрос с трупом. За папу Формоза отвечал спрятавшийся за трон дьякон. Покойника объявили виновным, а избрание Формоза папой – недействительным. С тела сорвали одежду и голым протащили по улицам Рима, а затем кинули в общую могилу, где хранили бездомных. В этот момент в Риме произошло землетрясение, и пострадала латеранская базилика, в которой проходил суд. Римляне посчитали это наказание свыше. Началось народное восстание, в результате которого жестокого папу Стефана VI схватили и поместили в тюрьму, а там он был задушен. Тело папы Формоза нашли и перезахоронили в базилике святого Петра. Трупный синод или посмертный суд с тех пор был запрещен. Даже страшно представить, что все это происходило здесь. Такое чувство, что Месолина осквернила это место, и здесь начали происходить трагические события. Есть еще и еще истории. И мне хотелось бы поподробнее рассказать вам про эту базилику. Уж много там интересного, от интерьера до христианских реликвий. Ну а если рассказывать все в одном видео, то будет слишком много и тяжело для восприятия. Постараюсь дополнить рассказ в следующем видео. На Латеранском холме находится самый античный, самый тяжелый и самый высокий обелиск Рима. Его высота 32 метра, а с постаментом 47. Обелиск старше Рима на 800 лет. Он был сделан при фараоне Тутмосе и был привезен в Рим в 357 году сыном Константина Великого Константином II. Как и многие обелиски Рима, первоначально он стоял в Большом цирке. Со временем обрушился и исчез под слоем земли. В XVI веке на территории руин Большого цирка проводили раскопки. На глубине 7 метров обнаружили обелиск, расколотый на три части. Его отреставрировали и привезли сюда. На площади между домов арка Акведука Нерона. А в двухэтажном здании в средние века находилась таверна, в которой можно было поесть и остановиться на ночь. Она называлась «У замужней женщины». Само название говорит о том, что здесь останавливались приличные семейные постояльцы. На фасаде дома сохранился рельеф с изображением Лика Христа. А надпись гласит, что управление гостиницей было поручено двум монахам из братства. Обратите внимание на двух человек, стоящих на коленях. Это и есть управляющие гостиницей. На этом, дорогие друзья, наша прогулка заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok